Ох, Resident Evil 4. Культовая игра, о которой знает каждый. Она считается лучшей игрой в серии. Да что там серии, в целом жанре. Многим она запала в душу и не может отпустить до сих пор. И видимо еще долго не отпустит, так как вышел ремейк, который получился очень хорошим. Но без нюансов не обошлось. И об этом мы поговорим в нашем обзоре Resident Evil 4 Remake. Так что открывайте пачку чипсов и садитесь в мягкое кресло. А мы начинаем. На первый взгляд сюжет просто нельзя. Секта психопатов похитила бедную девушку, чтобы с ее помощью захватить весь мир. А брутальный герой спасает и девушку, и весь мир, и они оба счастливо уезжают в закат. Скажем прямо, сюжет далеко не новый. Но есть одно но, которое спасает ситуацию. Хорошо раскрытые герои. За персонажами смотреть одно удовольствие. Каждый из героев раскрывается и меняется. Да, ждать раскрытия уровня романов Толстого не стоит, но то, что есть, явно лучше среднего. Леон не просто накачанный спецагент, который с каменным лицом пройдет огонь и воду ради выполнения задания. Нет, он обычный человек, который может и выругаться отборным матом и шутку пошутить. Эшли не просто дама в беде, которая постоянно орет о помощи. Нет, это девушка, которая старается помочь Леону всеми способами. Она не капает на мозги, не раздражает своим поведением и не делает откровенно тупых поступков. А в некоторых ситуациях, когда Леон попадает в передрягу, Эшли либо помогает ему выбраться, либо вообще сама его спасает. Я читал, что некоторые забугорные журналисты высказывали, что одним из минусов игры является пассивность девушки. Ну, во-первых, разве дочь президента, которая всю жизнь жила в роскоши и благополучии и привыкла, что за нее все делают, не может быть пассивной? И, во-вторых, эти журналисты вообще играли в игру? Но не только героями едиными. Антагонисты тоже получились хорошими и запоминающимися. Старосты деревни, Рамон, Джек Краузен. Каждый из них врезался в память либо за счет своей харизмы, либо за счет интересной внешности. А вот главный злодей подкачал. Мало того, что он вообще не харизматичный персонаж, так еще это и самый легкий босс. Он был повержен буквально за минуту. Очень разочаровал этот парень. И вот, благодаря хорошим героям и злодеям, за сюжетом четверки интересно наблюдать. Хоть ты и знаешь заранее, что герой спасет принцессу, и они вместе умчат в закат в лучших традициях Марио. По геймплею были огромные опасения после просмотра трейлеров, в которых Леон раздает всем с разворота направо и налево. Казалось, что выйдет какой-то трешак с зомбями и кикбоксингом. Но, слава всем богам, опасения не оправдались. Да, в игре есть механика добивания зомбей с ноги, но это, а, происходит не слишком часто, б, выглядит органично и не портит атмосферу. Да и, если честно, иногда приятно с ноги втащить толпи орущих деревенщин. В остальных аспектах геймплея игра чувствует себя отлично. Да, она пытается усидеть на двух стульях. На одном стуле пики-то чё... А, нет, это другие стулья. Так вот, на одном стуле у нас экшен со взрывами и динамичными перестрелками, а на другом стуле сурвайвл-хоррор, в котором нужно экономить боеприпасы и стараться не промахиваться по врагам. И все же усидеть на двух стульях у игры получается. Экшен здесь без перегибов и не превращается в Call of Duty с зомбями. Перестрелки, конечно, динамичные, но патроны экономить все равно нужно. Поэтому приходится не просто быстро палить по противникам, а приходится быстро и точно палить по противникам. Не дай бог, одна пуля угодит не в голову очередному сектанту, а в стену, и все, пиши пропало. Ну, мы, разумеется, утрируем, но это недалеко от правды. С патронами, конечно, нет дефицита, как в Resident 2, но все же раскидывать их направо и налево не стоит. Кстати, об экономии. Чтобы в ваш кейс влезало больше предметов, содержимое нужно компоновать, и тогда освободится лишнее место. И это сделано очень приятно. Настолько, что я рад был увидеть отдельную мини-игру, в которой нужно раскладывать вещи в кейсе. А, что, такая уже есть? Кажется, я знаю, чем займусь после обзора. Враги в ремейке крайне разнообразны, что порадовало. Каждая локация привносит в игру нового врага, который имеет свои слабые и сильные стороны. Каждому врагу нужен свой индивидуальный подход. Даже дефолтные враги в виде людей различаются. Кто-то носит бронежилет, а кто-то шлем, а значит, одному нет смысла стрелять в тело, а другому в голову. Да, это звучит банально, но даже такой банальщины давно не видно в новых видеоиграх. А некоторые особые враги заставляют прям понервничать. Да, я говорю про тех самых регенерадов. Эти твари, конечно, не такие неуязвимые, как тираны с второй части, но тоже очень живучие. Эти ребята умеют напомнить, что Resident Evil 4 – это все-таки немного хоррор. Напарники не бесят и не ощущаются балластом, а наоборот стараются помочь. Луис отстреливает врагов, хоть и очень-очень слабо. А Эшли может подсказать себе, что рядом опасность. Для Эшли есть две команды, чтобы было легче с ней взаимодействовать. Первая – идти рядом, вторая – свалить и не мешать. Но если Эшли все равно мешается, то можно попросить ее залезть в шкаф и перестать, наконец, мешать. Команда «Ити рядом» полезна при Стелсе, но, честно говоря, сделан он тут так себе. Враги постоянно ходят группами, крутятся, ходят быстро и поэтому замечают во мгновение ока. Ну или это я такой косорукий. Да и намного приятнее устроить перестрелку с зомбями, чем ползать полигры на карачках. Помимо стрельбы нам дают еще и на лодке погонять, и в шахте на вагонетке поперестреливаться. Не сказать, что это сильно весело, но геймплей разбавляет. Игра в принципе старается быть разнообразным, подкидывая нам различные ситуации, которые в корне друг от друга отличаются. Что, безусловно, идет ей на пользу. Головоломки. Ну, тут чистый Resident Evil. Чтобы пройти дальше, нужно найти ключ от двери, а разные части ключа разбросаны по локациям. А чтобы все эти части собрать воедино, нужно потратить по часу на каждую локацию и в каждой убить по мини-боссу. Мы опять-таки утрируем, но вы же знаете, Resident был таким и таким всегда будет. Но есть в игре и ложка дегтя. Стрельбище. Мало того, что оно немного портит атмосферу, так еще и награждает тебя жетонами, золотыми и серебряными. Эти жетоны можно засунуть в автомат, и в зависимости от комбинации этих жетонов вам будут выпадать брелоки. Эти брелоки вешаются на кейс и дают вам пассивный бонус. Но, если честно, большинство этих бонусов крайне бесполезны. Так что, когда выпадает очередной жетон, ты чувствуешь скорее фрустрацию, чем радость. В целом, игра получилась отличная. Достоинства в нее выше крыши, а недостатки... Они есть, как и в любой игре, но их настолько мало, что даже вспоминать о них не хочется. Что касается оптимизации, за всю игру нами не было словлено ни одного бага, что для игр в последнее время большая редкость. Так что, да, игра рекомендуется к прохождению. Особенно, если вы фанат сурвайвл-хорроров. И на этом у нас все. Поделитесь и вы в комментариях, что думаете о ремейке четвертого Резидента. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok